Конец зимы на полуострове ознаменовал циклон со штормовым ветром, но зима уже подходит к концу, да, весны рукой подать, и у многих начинает появляться вопрос, переменится ли погода. Более подробно сейчас об этом поговорим с нашим гостем, с Вероникой Шингилай, заместителем начальника гидромедцентра. Доброе утро! Доброе утро, Вероника Николаевна. Ну, первый заметный фактор того, что зима уже уходит куда-то в прошлое, это то, что световой день начинает расти. Да, увеличился. И когда же уже всё-таки будет большее прибавление, ожидает нас в марте, в апреле, в мае? Ну, конечно же, световой день будет постепенно расти, это понятно. Вот. Ну, и хотелось бы, конечно, рассказать о тех последних днях, которые, последних днях зимы, которые наделали много шума тут в Крыму, в связи с тем, что было усиление ветра. Вот. Значит, этот вопрос, конечно же, имеет существенное значение для крымчан и жителей полуострова, также гостей. Действительно, в связи с прохождением фронтальных разделов, атлантических циклонов, 24-27 февраля в Крыму наблюдался очень сильный, преимущественно юго-западного направления ветер, максимальные порывы которого достигали 25-27 метров в секунду. В горах ветер усиливался до 34 метров в секунду. Штормовое предупреждение об очень сильном ветре было составлено с достаточно большой заблаговременностью, около трех суток, что позволило отраслям экономики и службам МЧС успеть применять примитивные меры по предотвращению последствий разрушения после этого. Безусловно, важно, что сотрудники МЧС, спасатели успели отреагировать и предупредить население об изменении погодных условий. Насколько в Крыму возможны были тяжелые ситуации в связи с этой погодой? Я говорю, как погода могла повлиять на сферы жизни? Ну, повлияло, конечно, после того, как наблюдались эти очень сильные порывы ветра, произошло в отдельных пунктах обрывы электропередач, в отдельных населенных пунктах, также обвалы деревьев, в том числе и в городе Симферополе, и были разрушены кровли зданий. Верник, Николаевна, ну и давайте все-таки к основной теме приступим, которую ждут уже наверняка все наши телезрители. Когда ветер закончится, когда тепло будет, жарко, когда? Значит, сегодня и завтра ветер постепенно ослабеет, но пройдут дожди, в горах мокрый снег, температура воздуха значительно понизится по сравнению с предыдущими днями и составит ночью от нуля до пяти градусов тепла, дневной воздух прогреется до пятидесяти градусов. Ну а, скажем, вот такая температура, как 15-20 градусов, когда крымчатам стоит ожидать? Да, я сейчас об этом расскажу. Значит, весну мы встретим достаточно теплой, хорошей погодой, благодаря влиянию теплых воздушных масс Атлантики. В связи с прохождением очередных фронтальных разделов, в отдельные дни марта, в частности, 8 марта, в Крыму ожидаются небольшие дожди. Температурный фон значительно повысится и составит 12-17 градусов. А это же хорошая новость. Несмотря на дожди, будет тепло, значит, женский день ничего не испортит. Хотя, я уверен, если бы снег даже был и метель, и все, что может самое плохое приключиться, этот день бы и так не испортился. Вам огромное спасибо за то, что это утро встретили в нашей компании. Но о нашем телезрителе хочу напомнить, что в гостях у нас была Вероника Шенгилай, заместитель начальника Гидромедцентра.